Друзья мои, не знаю, когда вы посмотрите это видео, но хочу вам открыть секрет на миллион. А вы не переключайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Как не привычно, всем привет. Жмей я здесь, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник, над отношениями в семье нужно работать. До встречи. Ну что, перейдем к этому секрету на миллион. Друзья мои, вы можете меня поздравить. Сегодня я стала бабушкой в пятый раз. У меня родилась пятая внучка. Не буду вам говорить подробностей. Родила моя доченька. Естественно, сын мой в фресе, неженатый. Родила мне моя дочечка, пятую внучечку. И все хорошо. Я богатая бабуля. Принимаю от вас поздравления. Ну а подробности о жизни моей дочери я не буду рассказывать. Просто у меня такая сегодня радость. Я в такой эйфории. Во-первых, переживала. Сами понимаете. И сейчас готовлю уже что-нибудь покушать. Тут у меня и в моем бизнесе открыть запуск. Новая была программа. Столько вебинаров. Столько звонков от команды. Да еще тут и такое событие. Самое главное, самое первое. Спасибо вам большое. А я пошла готовить ужин и радоваться. И готовлю я сегодня безелье. Сейчас покажу вам, что я готовлю. Готовить-то некогда. Вся в поздравлениях. Смотрите, у меня тут безелье варится. Тут у меня плов. А тут у меня капуста тушеная. Вчера я приготовила для себя. А здесь у меня сейчас принес ваш кем сердечки. Я быстренько поставила в скороварку. Она уже начинает звуки подавать. Ее можно уже закрыть. Вот и все. Сделала, как всегда, салатик. Ну и накрою вкусный стол. Единственное могу сказать, что очень сожалею о том, что не была рядом с дочерью в такой момент. Но у меня документы завтра, 16 числа. У меня рандеву, мой паспорт сроком. До 23 марта никак не получилось. Планировали 23 марта делать кесарево. Но ребеночек, уже внучечка, хотела выйти наружу. И у него были боли. И поэтому срочная такая операция была сегодня. Конечно, я как мать переживала. Но благодаря... Я и шила, и писала, и занималась, и в этой крипте, и на биржах. Все дело для того, чтобы отвлечься. И действительно, это помогло мне. И я была такая уверенная, что все будет хорошо. Так что вот, надейтесь и будьте уверены в себе. Разгоняйте эти страхи. Хотя трудно, я говорю вам, а хотя трудно. Ну вот, я такая как встала, умылась, и все. Ни макияж, ничего, целый день занято. Я бабулька, бабулька, лопатулька. Ой. Девочка, 3 кило, моя лопусечка. Вот такие вот новости у меня хорошие. Всем привет, мои дорогие. Сегодня у меня рандеву. Я, в принципе, приготовилась. Сейчас жду мужа, пока он соберется. И отправимся, а вот наши птички. Они со мной на балкончике. Такие холюсенькие у меня. Да, такие холюсенькие. Да, моя девочка? Тут птичек так, так, птички чирикают. У нас сегодня солнышко потеплело. Так хорошо. Я пошла. Пришли мы на рандеву и опоздали. Вот сейчас решили перекусить. Потом пойдем сели здесь вот в таком открытом месте. Клубничка продается. Слава Богу, закончили мы наши дела. Туда-сюда, туда-сюда три раза ходили. И, наконец-то, закончили. Сейчас мы заполним карту мою автобусную. И пойдем домой, потому что у меня новый вебинар. Мои дорогие друзья. Ветер такой сильный. Сейчас мужу пришел на сообщение, что в Иране было дмитресение 5,6. И тут, слава Богу, мимо нас все. Вот. Такая площадь у нас голубячая. А посмотрите, сколько здесь голубей. Накакают вам на голову. Здесь опасно сидеть. Лиманчик. Лиман впереди. Давно я здесь не была в этом районе, мои дорогие. Не показывала вам. Всем добрый вечер. А у нас было землетрясение. Небольшое было землетрясение в районе Эрдемли, в Средиземном море, было землетрясение 4,6 баллов. Было секундное где-то. Толчок такой. Просто дрожь была. И все. Но соседи все равно. Многие повыходили. Вот многие выходят. Кто сильно боится. Видите, машины садятся. Боятся люди. Ну, а мы сидим дома. Ну, а что, было-было уже. Птички, кстати, не отреагировали. Только наша шакер сидела в клетке. А я еще подумала, думаю, как она шатается. Посмотрела она на месте. У меня так сердце так забилось, колотилось. Потом я начала глубоко дышать. Подскочила. Посмотрела, что качели не качаются. И вернулась на свое место. И тут мне вдруг мои подписчицы, подружки пишут. Света, как вы там? У вас землетрясение было? Я говорю, да вы что? Сейчас тоже шатает меня. Ну, никак мы не отойдем от этого шатания. Все, друзья мои, мимо нас. Все будет хорошо. Мы сидим здесь. Я села немножко, надо посмотреть. Вам записать. Ой, воздухом подышать. Приятного вам вечера, мои дорогие. Все будет хорошо. Интересно нашим людям почву дать ему. И они ее сразу подхватят. Смотрите, все на улицах. Вот там, видите? Вот, сейчас покажу вам. Люди сидят. Наверное, будет в палатках. Прямо там очень много. Очень много. Сейчас, наверное, не видно. Я сейчас покажу вам пальцем, если заметно. Вот тут, видите? Ну, короче. Ялчин позвонил, что он спустился вниз. Кто-то почувствовал, кто-то не почувствовал. Сейчас все в чатах пишут. Видите? Все пришли сюда, в парк опять. Ну, как с детьми в такой холод? Холодно у нас. Видите? Все боятся. Вроде бы люди стали успокаиваться опять. Даже мы сегодня ехали, когда маршрутки в автобусе. Видели там парки. В парках палатки. И уже прошло полтора месяца почти. Вот. А люди опять, опять, опять и опять. И тут вот, смотрите, вот этот... Помните, я вам показывала, вот где джами светится? Вот там парк. И здесь парк. Вот. И там, видно, люди спустились. Видите, в машинах все сидят. Холодно, холодно. Милые мои дорогие люди, не будут больше ничего. Заходите по домам. Мне так жалко. Тем более холодно опять стало. В доме так хорошо. Нас развлекает мавиш шикеры. Они такие классные. Вот. Видите, сколько и там люди, и здесь. И с такими маленькими людьми. Детками. Ой. Всем мирного неба и спокойной земли. Боже. Вот я беру свою птичку, каждый день и целю ее. И целю ее. Вот так его целю. Вот так целю. Вот так целю. А знаете, как она ревнует? Она сразу начинает кричать, когда мавиша нет в клетке. Даже когда мы открываем клетку и выпускаем, она сразу вот так реагирует. Посмотрите, вот такой холюсий. Вот привык к маме. У нас такая погода плохая. Сейчас я его отпущу. А то они гуляете. Мальчик мой. Как я его люблю, обожаю. Спонсор моего канала – онлайн-платформа «ГИГОС». Здравствуйте. Продолжение следует...